Более 700 юных первоклашек получат традиционные подарки к новому учебному году. В комплексный центр социального обслуживания населения в рамках исполнения государственного контракта уже доставили школьные принадлежности. Что в этом году будет лежать на партах самых маленьких учеников, узнала наша съемочная группа. Касса букв и цифр в кожаной обложке, бумага для акварели, кисти для рисования, доска для пластилина, счетные палочки. Всего 27 школьных предметов вошли в набор будущего первоклассника. Содержание традиционного подарочного набора, который 1 сентября получит каждый первоклассник, утвержден Департаментом образования, культуры и спорта Нинецкого округа. И этот набор был согласован непосредственно с учителями начальных классов в наших школах. Они нам дали конкретную установку, что необходимо включать. Пожелания учителей были действительно учтены. Для лучшего запоминания в набор включены специальные веера с гласными и согласными буквами русского алфавита, а также цифрами от 1 до 20. В подарок также вошел и флеш-накопитель для работы с компьютером. Он пригодится для проектной деятельности. Единственное отличие от всех тех лет – это только то, что у нас не будет рюкзака. Департаментом образования проведена работа в части использования рюкзаков. Как показала практика, что не все ребята используют и носят эти рюкзаки. Поэтому приняли во внимание, чтобы не тратить в пустую бюджетные средства, включить в подарок первоклассника азбуку. Мы их называли азбуку. Здесь правила безопасности дома и на улице. Кроме иллюстрированной книги с инструкциями поведения для безопасности детей, окружные власти учли воспитательный момент. В рамках патриотического воспитания, чтобы в дальнейшем в рамочках дома они могли разместить портрет президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и гимн Российской Федерации. 1 сентября, в День знаний, по всей стране порог школы в первый раз переступят более полутора миллионов детей. В Ненецком округе по предварительным подсчетам будет 725 первоклассников. Подарки же формируются с учетом возможного увеличения их количества до 740. И сумма контракта составила 1 миллион 161 тысячи рублей. Таким образом, один подарок, сумма одного подарка составила 1570 рублей. После проверки и комплектации каждого набора первоклассника, подарки будут доставлены во все школы региона. Отмечу, что Ненецкий округ единственный регион, где за счет бюджетных средств приобретаются школьные наборы для абсолютно всех первоклассников, независимо от уровня дохода их семей. Средства на приобретение подарков в окружном бюджете предусмотрены в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан» в Ненецком автономном округе.